Всем привет! У меня на канале бывают разные видео. Одни я делаю для всего интернета, другие, как всякий ответ на вопрос, я делаю только для вас, моих подписчиков. Но данное видео я делаю для очень узкого круга людей, а именно тех, кто занимается или только думает заняться тем или иным публичным действием, связанным с проведением тестирования компьютерного железа. У меня не самый обширный опыт проведения тестов, всего около трех лет. В индустрии, особенно если не говорить только про YouTube, есть люди, которые плотно занимаются тестированием уже больше 10 лет. Думаю, от таких подобные методички были бы более полезными. Тем не менее, я тут тоже не последний человек и сам на разнообразные грабли наступал и видел, как мои коллеги наступали на те же грабли, что и я, и также на свои собственные. И недопущение к публикации неверных данных – это в целом сложная задача. Тестирование железа требует соблюдения некоторой культуры в формировании условий тестирования и в обработке результатов, и культура эта сугубо схожа с прикладными исследованиями. Если подходить к тестированию и не относясь к ней именно так, то на выходе может получиться, что попало. Я собрал от себя накопленные за время тестирования рекомендации, которые могут помочь, во-первых, правильно начать тестирование, то есть подходить к тесту не как к какому-то обособленному действию, а как к промежуточному этапу между теорией и выводами по теории на основе тестирования, что на самом деле очень важно для формирования методики тестирования. Только в таком ключе можно до тестирования поставить перед собой правильные вопросы, ответы на которые и должно дать тестирование. Потому что если не поставлены вопросы, то и тесты для ответа на них не будут произведены. Ну и конечно в процессе тестирования есть масса тонкостей, которые нужно учитывать, чтобы не накосячить и не вводить себя и окружающих в заблуждение. Ошибки есть у всех, и ошибки – это нормально, особенно учитывая, что ни у кого из нас нет внешней проверки данных. То есть что получили на основе своего опыта, то и публикуются. Однако надо всегда стремиться делать ошибок меньше, и я на основе своих ошибок и тех ошибок, что я замечал за другими, сделал небольшой документ с рекомендациями к тестированию. Части записанных вещей в свое время отняли у меня очень много времени. Когда запарвались тесты или даже тестовые компьютеры, когда приходилось приустанавливать систему, переделывать все тесты, ранее сделанные на системе, на это уходило времени десятки часов. То есть сделал тест, и потом при обработке данных понимаю, что что-то не так, пытаюсь выяснить, что и где было не так, и пару раз оказывалось, что был полностью запор от тестовый стенд неаккуратными моими действиями. Приходилось восстанавливать все с нуля, переделывать срочно все участвующие в тестировании и сравнении конфигурации, что является причиной того, что я не беру железо на время, то есть мои условия – это всегда либо железо у меня навсегда, либо никак, поэтому все приходится покупать, и потом я это все не продаю. Ну и все эти действия, как правило, в сжатые сроки надо осуществлять, так как видео у меня более трех лет выходит еженедельно или чаще, без единого за эти годы исключения. И ознакомившись с моими ошибками, вы получите возможность самостоятельно их не повторять и не тратить свое время, так как тратил на переделывание чего-то я сам. Ну и там внизу документа есть ссылка на мою почту, если есть что добавить от себя, то пишите, вместе можно сделать отличный документ. Если его будут все придерживаться, то будет меньше разногласий, кривых тестов, порождающих неоднозначности, вызывающие холивары, и меньше будет недовольных выбором покупателей, когда основываясь на неверных и кривых тестах, и кривых выводов из этих тестов, люди покупают то, что им не подходило. Ссылка на документ будет в описании и прикрепленном комментарии.